Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяны Молокова. На прошлой неделе секретарь Совбеза России Николай Патрушев и полпредпрезидентов ПФО Михаил Бабич вместе с главой Чуваши Михаилом Игнатьевым посетили полигон твердых бытовых отходов на Учебоксарске, запущенный чуть меньше года назад. Посетили они его не случайно. В Чебоксарах на заседании Совета безопасности обсуждали в том числе и экологическую безопасность. Секретарь Совбеза Патрушев тогда отметил, что в Чуваши этот проект по утилизации мусора реализован соблюдением всех экологических и санитарных требований. Сегодня эту тему мы обсуждаем с одним из активных участников дискуссии о строительстве полигона, депутатом Государственного совета Чуваши Владимиром Михайловым. Владимир Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Владимир Юрьевич, мы уже сказали, что вы активный участник обсуждения строительства полигона твердых бытовых отходов на Учебоксарске. И несколько лет назад, когда вы только задумывали строительство, было очень много вопросов. Да, сейчас полигон работает. Согласны ли вы с мнением Николая Патрушева о том, что полигон действительно соответствует всем санитарным и экологическим требованиям? Да, действительно. В 2012 и 2013 годах я был экспертом в составе Государственного совета, в выездных заседаниях Государственного совета. Выезжали мы в два региона, это в Татарстан и в Нижний Новгород. И в тот момент их площадки были более освоены, более готовы к принятию твердых бытовых отходов, чем нежели наши. Поэтому нам было очень интересно посмотреть, чем же отличается, или чем лучше, или чем хуже. И в нашем случае оказалось следующее. В 2012 году мы выезжали в Нижний Новгород. В Нижнем Новгороде несколько полигонов твердых бытовых отходов. В области. В области, да, в области Нижегородской области. Были на одном из них. Технология по производству так называемых карт, она идентична. И это правильно, потому что лучше, чем сегодня есть тот СНИП, который используют строители, его и нужно использовать. И в данном случае в Новочебоксарске использована точно такая же технология, как, собственно, и в Казани. Сами карты, они построены по типу, как везде по России сегодня. Есть единственное одно отличие. И в Казани, и в Татарстане, то есть в области, и в Нижегородской области полигоны не оснащены так, как у нас. А именно, те осадки в виде дождя, снега, роса или другие осадки, какие могут быть дождевые, туман и прочее. В данных случаях Казань и Нижегородская область собираются в отдельный отстойник и машинами, которые вывозят жидкие отходы, отсасываются и перевозятся на такой полигон, как у нас, опять же, в Новочебоксарске, который у нас есть. Это полигон биологических очистных сооружений. В нашем случае проложили три с небольшим километра трубы, есть точно такой же отстойный пруд, из которого под давлением поднимается на определенную высоту, в данном случае, вот эти отстойные воды, и самотеком они текут в биологические очистные сооружения. И там уже очищаются, в том числе, и как жидкие отходы. Технология похожа, только механизмы немного отличаются. Безусловно, это влияет на тариф. Это в первую очередь влияет на тариф, и в нашем случае это гораздо выгоднее получилось. Почему? В основном-то и построили полигон, и планировали построить, и построили его именно под стенами химпрома. Твердые бытовые отходы во всем мире перерабатываются именно таким образом. То есть человечество научилось сегодня из отходов отбирать те фракции, те нужные фракции, которые вторично можно запускать в производство, в народное хозяйство России в данном случае. И такой полигон, такая сортировочная линия в Ново-Чебоксарске и в Чебоксарах построены. Опять же, почему в Чебоксарах построена такая линия? Потому что, опять же, это для чебоксарского населения, для предприятий Чебоксар удешевляет тариф. Ведется до Чебоксарской мусороперерабатывающей станции, там отходы сортируются, 30%, как правило, 30% из этих отходов, они в полезную фракцию превращаются, они уже перерабатываются и продаются. Пластик тот же самый. Совершенно верно, стекло, пластик, макулатура, картон, это опять же влияет на тариф, это удешевление тарифа. То есть, предприятие, оно называется сегодня управление отходами, оно в свой тариф закладывает уже, убавляет стоимость прибыли, которую оно производится, получает за счет того, что вторичная фракция продается. Затем, отходы, которые уже не предназначены для вторичного использования, запрессовываются. Пресса стоят, два пресса, один здесь в Чебоксарах, другой в Ново-Чебоксарске, они почти идентичные. До одной тонны, значит, брикет, приблизительно он похож на куб, но это действительно очень серьезная автоматика. Кстати, работает действительно в автоматическом режиме, компьютером все это управляется, то есть не человеческий фактор. Затем, если брать Чебоксара, из Чебоксар уже брикетированный отход грузится на автопоезд, таких автопоездов шесть в предприятии управления отходами. Кстати, все эти поезда оснащены нашей российской системой ГЛОНАСС спутниковыми навигаторами, где четко руководитель или лица любые, кто захочет увидеть маршрут движения, в данном случае брикетированных отходов, все четко отслеживается. Все-таки в наше время, наверное, экономическая составляющая тоже имеет значение. И предприятие, оно не только мусор перерабатывает, оно все-таки, наверное, и какую-то пользу для экономики города приносит, того же самого Ново-Чебоксарска. И люди работают, зарплату получают. Размер зарплаты знаете, кстати, какой там? Ну, в начале об экологическом эффекте правильно было принято решение, что надо жить, ну не буду говорить, наверное, как европейцы, жить в цивилизованном обществе и в первую очередь уважать не только себя, но и природу. Поразило то, что на предприятии чистота. Мусоросортировочный завод, в отличие от наших соседей, ну не скажу, что он вылизан, но реально находится в чистой униформе рабочей. Дважды в день, в сутки дважды генеральная уборка проводится, и поэтому нет ни пыли, практически нет запаха. Без запаха, к сожалению, с отходами не бывает. Но по сравнению, опять же, с теми полигонами, где я видел, где был у соседей наших и у нас, здесь культура поведения или культура работодателя так поставили своих работников, что приятно глазу. Сколько там человек работает? Всего в предприятии, когда он выйдет на полную свою загрузку, предположительно 260 человек будет работать. Сегодня набрано 216. Набрано почему? Потому что отходов столько, сколько планировали по плану. Сегодня мы не производим столько отходов. Отходов не хватает, не загруз, поэтому сегодня обходится 216 человек. Это штатная сегодняшняя численность. Средняя зарплата по предприятию 22 тысячи рублей. Это вот к экономике. Много ли это мало? Но средняя зарплата по Чувашии чуть меньше. Владимир Юрьевич, Вы сказали, что пока завод не в полную загрузку работает, но несмотря на это, мусор-то производит человечество много. И в Чебоксарах ты его тоже собирай да собирай. Но вот не все, скажем так, работают вместе с управлением отходами. Кто-то пытается сжечь в отдельных трубах, кто-то свозит на полигон в Чебоксарский район. Как Вы видите перспективу в дальнейшем строительства в Чувашии подобных полигонов? Нужно ли? И, может быть, где-то нужно действительно? Ну, могу опять же вернуться к культуре поведения. Отход стал стоить денег. И управляющие компании или другие компании, которые занимаются отбором у населения твердоубытных отходов, как в любой экономике, ищут, где дешевле его можно сдать. И если сегодня, а сегодня есть такие моменты, где не только полигон Ново-Чебоксарский работает, есть еще у нас незакрытые полигоны, другие. Свалки. Свалки, да, практически свалки, но они незакрыты, они легально существующие. Мы не говорим про Пехтулина, мы говорим про другие легально существующие. И пока у них, значит, забор или емкости хватает для принятия твердоубытных отходов, соответственно, те управляющие компании, судя по экономике, ищут, где как рыба, где глубже. Это же безответственно. Это временная мера, безусловно. Как только, значит, культура поведения все равно дойдет. И дойдут и надзирающие органы. Если это несанкционированные свалки, если это сжигание твердых отходов, несанкционированные, подчеркиваю, соответственно, это наказуемое деяние. И, безусловно, за этим надо смотреть, раз мы такой полигон построили, он должен работать на полную мощь. Если говорить за республику в целом, то я вот, насколько осведомлен, у нас южный куст, будем так говорить, там, значит, действительно, наверное, назреет вопрос в ближайшее время строительства такого полигона, такого современного полигона. Сегодня же, вот в нашем радиусе 70-80 километров, такой необходимости, я считаю, уже нет. Данный полигон рассчитан на 30 лет. Владимир Юрьевич, если говорить, вспоминать то совещание, которое прошло при председательстве Патруши, он говорил, что, в принципе, необходимо дальше внедрять технологии бытовых, технологии безопасной утилизации бытовых отходов. Вот вы согласны с этим? Да, безусловно. Патрушев, я понимаю, так не только проверял именно экологическую составляющую, что, безусловно, очень важно, но ведь еще и есть такое составляющее, как неразумное использование бюджетных средств. В данном случае, насколько я осведомлен, у нас все денежные средства, которые выделялись разными бюджетами, освоены в полном объеме, и скандальных моментов, связанные с неэффективным использованием денежных средств, таких у нас моментов не было. Поэтому, когда федерация выделяет денежные средства, важно, чтобы они дошли до цели, как в нашем случае. На полигоне твердых бытовых отходов во время сортировки люди то ли по нечаянности, то ли в заблуждении стали выкидывать некоторые, так называемые, хронологичные вещи. Те вещи, которые, ну, скажем так, для кого-то ценные, а, возможно, для кого-то нет. И вот, найдя несколько из них, я сейчас остановлюсь в какие-то вещи, руководство полигона приняло решение сделать музей... Выкинутых вещей. Да, ненужных вещей. И вот с чего их подтолкнуло, при сортировке была обнаружена газета 45-го года выпуска от 10-го мая. И, конечно, вот такой вот газет, это же действительно вещь, которую я бы с удовольствием сам бы почитал. И буду приглашен, если в музей, обязательно посмотрю, что это за предметы. Нашли два фронтовых письма от 45-го года. Были найдены несколько монет 20-х годов. И масса удостоверений, начиная от партийных удостоверений советского периода, профсоюзных и прочих других. Ну, для музея вот они пока откладываются. Глядишь, у нас скоро откроется еще один музей. Ну, Владимир Юрьевич, спасибо вам за беседу. Я надеюсь, что мы с вами не в последний раз беседуем на эту тему. Спасибо вам. Я напомню, что сегодня в программе «По существу» мы беседовали о работе полигона твердых бытовых отходов в Новочебоксарске с депутатом государства на Совете Чувашии Владимиром Михайловым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин